здравствуйте приветствую вас на очередной лекции по программе topsolid 7 это очередная лекция из раздела работы со сборкой и на этой лекции я хочу открыть тему под названием функции функции относятся к разряду второстепенных инструментов topsolid 7 по сути и процессы разобранные в предыдущей лекции тоже можно назвать второстепенным поскольку они не являются необходимыми так и функции тоже не являются необходимыми но они являются очень полезными и для тех кто приобретет знания по ним до научиться их использовать функции позволит повысить эффективность работы позволит создавать новые уровни автоматизации при работе со сборками короче говоря точно полезная штука она тоже очень широко используется в различных компонентах совместно с другими инструментами topsolid 7 но вот обо всем как говорится по порядку да начнем просто от того что такое функция и какие-то банальные перед первичные методы ее использования до для того чтобы постепенно вникнуть поскольку это оригинальный и новый инструмент аналога которому я наверное даже не назову в других программах частности в solidworks например не знаю какие аналоги могут можно его назвать и давайте начнем поскольку опять же повторюсь это довольно новый инструмент очень сложно как бы в теории как-то описать его возможности скорее лучше показать действия его на практике итак давайте создадим условия до при которых я захочу использовать функцию и так а у меня есть простейшая сборка и в этой сборке у меня будет использована две простые детали да давайте сейчас быстренько создадим эти детали я их создаю при вас просто для того чтобы вы понимали что это банальные простые простейшие детали до в которых нет ничего как бы особенного просто это будут как некие бруски которые я вытягиваю на какое-то случайное расстояние да то есть размеры не играют роли просто потому что как раз тоже точно говорю она не привязывается каким-то конкретным размером или геометрическим условиям и так вот некоторые некая деталь d1 и создам еще одну деталь некую деталь d2 то пускай это будет тоже простейшая деталь в данном случае до какой-то брусок не привязки как я сейчас повторюсь не привязки не размера 10 роли не играет а вот некий брусок и так есть две детали давайте мы вставим сборку до первой деталь наставил автоматически вторую деталь мы вставляем по сопряжению да то есть мы по плоскостям просто привязываем эту деталь классическим методом до 10 все что я показываю сейчас это стандартные вещи которые никого уже не удивляет и так вот у нас две детали давайте создадим условную проблему в чем она связана допустим у нас деталь d1 каким-то образом поменял сюда в работе оказалось что она будет другой и и я беру и ее сейчас поменяю а то есть допустим мы поменяли что-то в этой детали таким образом что у нас как бы изменилась геометрия на самом деле я нарисую тоже прямоугольник ну только допустим рисую вот под углом как-то да смотрите на самом деле хоть у нас вроде бы брусок остался бруском но по факту я создал новый эскиз и принципе движок твердотельного моделирования состоит в том что если вы строите новый эскиз то несмотря на то что визуально вы видите похожую вещь но фактически создается новая геометрия со своими новыми индификаторами и так далее и смотрите после того как я вот осуществил такую операцию если я перейду в сборку мы видим что у нас возникла ошибка деталь 2 у нас показывает ошибку ошибка это как вы видите заключается в позиционирование да но это нас на самом деле для вас очевидно да то есть вот эти четыре плоскости они изменились и поэтому мы видим что они требуют изменения то есть где в детали 1 в детали 1 нужно заново определить переопределить плоскости к которым мы привязываемся да в принципе это сделать несложно да мы это сделали его вроде бы наша деталь как бы работает нормально но теперь представьте себе ситуацию когда вот эта деталь 1 у вас используется там не в одной сборке или в этой сборке но она используется там 10 раз да то есть вы вытащили детали там сделали какую-то какое-то изделие там в 10 раз использовав эту деталь что это означает означает что вот при таком изменении детали вам нужно будет 10 раз когда как минимум да ну в количестве используемых деталей вам нужно будет это же это же количество раз заниматься перед сопряжением сборки то есть время работы ваша будет возрастать в зависимости от того как много эта деталь была уже использована согласитесь это не очень хорошо и было бы в идеале сделать так до чтобы избежать этой ситуации до чтобы не нужно было при изменении детали пересопрягать все сопряжение в сборке и соответственно возникает вопрос как так сделать так вот функция это такой инструмент одной из возможностей которого является создание вот такого механизма которая позволяет контролировать так скажем привязки детали между собой таким образом что вы не вам не придется все детали вот таким образом пересопрягать на примере того как я сделаю эту деталь да давайте я просто ради пример еще раз возьму деталь до 2 и еще раз каким-то образом ее сопрягу так вот так вот то есть а вот в таком варианте да если я изменю эту деталь то мне нужно будет уже две детали пересопрягать к этой да поскольку они обе как вы понимаете отвалится и так как сделать так что при изменении детали d1 вот в этой сборке на мне не придется ничего менять да и с учетом того что геометрия на как-то поменяется вот для этого мы посмотрим функцию в этом уроке мы научимся использовать функцию для того чтобы нам не пришлось делать вот такие пересопряжения и так давайте знакомиться с функцией как создается функция функция создается как отдельный документ она по умолчанию никак не привязана не какой-то детали конкретно не какой-то сборки то есть это самостоятельный документ который в принципе можно создавать в какой-то отдельной папке то есть какой-то создать отдельный проект или библиотеку завести там папку функции и создавать там эти функции да поскольку это как еще раз я повторюсь объект который не зависит их то деталей наоборот все остальные детали которые вы захотите будут давить от этой функции и так ну в данном случае я создам просто в папке текущего урока эту функцию и как она создается мы зайдем в меню создания нового документа и во вкладке advanced мы найдем документ который называется part function то есть функция детали этот документ мы создаем и мы можем его как-то назвать в данном случае я назову его габарит да сейчас я объясню почему я вот так называю габарит и давайте посмотрим на этот файл который у нас получился поле нашего документа если мы посмотрим на вкладке то мы в принципе обратим внимание на то что данный документ принципе представляет собой деталь то есть мы видим все вкладки которые активны при работе с деталью и в данном документе мы можем оперировать всеми теми инструментами которые мы оперируем при работе с деталей но тем не менее это у нас функция и нам нужно моделировать с учетом наших желаний не забывая о том что мы хотим создать именно функцию функция это некий геометрический набор параметров или объектов до которые в купе представляют собой упрощенную так сказать версию чего-либо в данном случае мы для детали d1 и d2 d1 и d2 я хочу создать некий габаритный объект габаритный объект который представляет собой по сути габарит бруска и именно по этой причине функцию которую я создал я назвал габарит то есть моя функция будет внести себе такой смысл она будет задавать габарит того объекта на которой я назначу эту функцию ну и теперь конкретно о том как создать функцию данном случае габарит ну габарит это по сути какой-то бокс который ограничивается плоскостями поэтому все что мне нужно сделать по сути для начала да это создать какой-то бокс какой-то бог да который будет имитировать наш брусок опять же размер его значения не имеет поскольку нам важно именно геометрические особенности данного объекта и так геометрические особенности данного объекта как я уже сказал это ограничивающие плоскости так вот чтобы инициировать так скажем эти ограничивающие плоскости достаточно их просто опубликовать то есть воспользоваться механизмом publishing публикации и давайте мы это сделаем опять же здесь ничего не сложного мы я паближники принципе рассказывал и это повторение можно сказать пройдено я просто в данный момент опубликую плоскости который просто назову каким-то образом торец 1 это будет торец 2 дальше задам это плоскость лево его это плоскость она будет право название я придумываю с головы они могут быть совершенно любыми то есть это как бы некие индификаторы которые вы для своего удобства создаете поэтому то что я называю это не какие-то системные названия это просто условные мои названия которые я захотел вверх и это будет вниз в общем все выбили набор publishing плоскостей и по сути функция внешне да она и состоит вот из того что будет в этой папочке publishing то есть я напомню что публиковать мы можем не только плоскости мы можем публиковать грани можем публиковать публиковать контуры эскизы оси параметры да то есть все это можно публиковать и набор этих опубликованных объектов будет представлять из себя функцию то есть функция представляет из себя набор опубликованных объектов в данном случае это плоскости на самом деле все я создал функцию который 20 габарит то есть функция габарит она представляет из себя набор плоскостей которые ограничивают некий объем прямоугольный да и все можно сохранять и а функция габарит созданы теперь давайте я напомню я хотел сделать так чтобы при изменении детали 1 остальные детали не теряли сопряжение к этой детали поэтому в данном случае я хочу изменить каким-то образом детали 1 а конкретно мне нужно к этой детали 1 добавить функцию которая только что создал как добавляется эта функция вы в принципе уже знаете если посмотрели урок с использованием детали экструдит бар если вы помните там мы создавали деталь типа экструдит бар и для этого нам требовалось тоже добавить функцию под названием экструдит бар в данном случае мы тоже должны добавить аналогичную функцию но если в том случае это была системная функция которая была создана разработчиками и мы не могли никак эту функцию менять данном готового то данном случае мы создали пользовательскую функцию которая которую назвали габарит и теперь мы ее добавим перейдем в меню tools активируем обязательно нашу деталь перейдем в туз инструменты опять раздел functions и вызовы меню про white function и мы здесь помним уже список функций доступных все эти системные функции в том числе экструдит бар о которой я говорил но нам нужна наша функция габарит сразу же скажу что русскоязычные функции они добавляются в конец англоязычных после англоязычных да и вот мы видим наша функция габарит присутствует да мы ее просто выбираем и применяем возникает меню этой функции которая как вы видите состоит из паблишингов из опубликованных плоскостей которые мы создали все что нам сейчас нужно это все эти плоскости привязать к нашей фактической детали давайте мы это сделаем каждая из этих плоскостей имеет свои подсвеченные цвета для того чтобы нам было проще ориентироваться и принципе мы можем это уже здесь да то есть смотрите синенькая у нас вниз так что надо как-то вот так нашу деталь до зависимости от ситуации вам либо важно либо неважно взаимное расположение этих плоскостей сейчас очевидно что торец этого два вот этих фейса но это не обязательно может быть так но сейчас я не буду путаться с терминами да давайте мы просто все таки применим эту функцию к этому бруску для этого нужно обозначить все плоскости так низ вверх право лево дальше торец 2 торец 1 все каждая из этих поближников получила свою плоскость что нам и нужно и теперь мы нажимаем ok все вот такой получается брусок если вам мешают эти все плоскости которые являются плоскостями функции на данный момент вы можете взять и здесь эти функции функцию а визуально отключить да она останется в стеке операции вы видите что появилась функшен габарит которая привязана к этому бруску все привязка функции габарит к этому пуску у нас завершены мы сохраняем эту деталь и дальше мы перейдем сборку все это все хорошо все замечательно да теперь для того чтобы нам на самом деле продемонстрировать преимущество которое мы получили добавив функцию в деталь d1 нам нужно на самом деле собрать сборку заново да то есть вы должны понимать что функции нужно добавлять сразу до того как вы начали собирать сборки и так давайте я уберу деколь d2 и снова добавлю их к нашей детали d1 вот так и добавляем вы можете заметить некие изменения которые произошли с деталью d1 когда мы смотрите привязываемся к фейсу детали d1 мы видим что вокруг появляется некий контур на самом деле этот контур это та самая плоскость функции которую вы добавили да просто сейчас это происходит так скажем автоматически скрыто и нет никакого акцента на это действие мы просто привязали деталь d1 да дальше мы вытягиваем деталь d2 это же не привязываем на привязан каким-то особым образом это по-другому да вот мы привязали две детальки наши окей и смотрите вот наша деталь привязана к нашей детали d1 привязаны деталь две детали d2 в чем разница я могу сказать что если мы перейдем в редактирование детали и посмотрим повнимательнее на каждое сопряжение да то есть активируем его редактирование то вы увидите что если мы source plane это сопряжение захватила как фейс детали 2 то для детали 1 вы видите что здесь не фейс а здесь плоскость которую мы обозвали низ у функции габарит то есть данном случае мы привязались к плоскости которая представляет собой функцию то есть мы по сути привязались к не к самому бруску а к функции этого бруска и если вы помните то функцию мы строили по совершенно хаотичным размером и брусок по совершенно хаотичным размером но поскольку функция добавлен в брусок то все эти плоскости совместились и теперь а плоскости функции по механизму работы функции они всегда будут равны как раз тем плоскостям которым задали в детали что сейчас и происходит да то есть вот эта плоскость она равна вот этому фейсу детали и мы к ней привязались таким образом обеспечив привязку в одной плоскости до вот этих двух деталей и таким образом каждая привязка каждая из этих трех привязок она таким же образом привязана к одной из плоскостей функции габарит и давайте смотреть что это нам дает давайте перейдем в детали 1 и опять совершим изменение нашей детали да давайте давайте опять удалим эту деталь и мы построим некую другую деталь якобы мы там сильно изменили деталь до 5 не габариты все изменились так что-то все изменилось да как вы видите функция тоже у нас жалуется поскольку геометрия изменилась то часть ссылок которые были привязаны к этой геометрии они отвалились нам придется их починить у основной этой детали да она придется изменить 4 привязки и давайте мы это сделаем и так вниз вверх право лево все мы отправили нашу функцию она больше не ругается и теперь мы переходим сборку переходим сборку смотрите самом начале урока когда мы изменяли нашу деталь без функции мы возвращаясь сборку увидели что наша деталь да она сразу же начинала кричать на что у нас произошли нарушение привязок и нам приходилось эти привязки менять случай одной детали это было еще ничего в принципе что в поменять функцию что в одной детали да как бы роли не играет но в двух деталях это уже значительно а в 10 деталях это уже существенно и вы понимаете что в чем сложнее у вас сборка тем в чем в большем количестве чем больше качество сборок задействована ваша деталь тем больше действий вам пришлось бы сделать изменяя как-то геометрию данной детали а в случае сейчас конкретно до при работе с функцией мы только подправили функцию и сборка наша перестроилась автоматически ни на что не жалуясь согласитесь это очень существенное преимущество которое позволяет ускорить работу в сборке эта ситуация на моей памяти конструктора происходит ну практически в каждом проекте да не бывает проектов которые не приходится изменять и как раз функция до создания этой габаритной функции да она вообще совершенно ерундовая и добавление этой функции в деталь тоже не несет никаких временных ресурсов и использование ее позволяет вот таким образом оптимизировать работу согласитесь это очень классно и удобно и это лишь одно из проявлений работы функции да каким образом ее можно использовать скажем так самая простейшая функции можно комбинировать с процессами со вставкой детали и видимо еще чего то чего я на память так прямо и не и не вспомню короче говоря функции это категорически важная вещь хоть она и второстепенная но она реально позволяет вам оптимизировать работу поэтому изучите и пользуйтесь ею она реально очень классная штука следующем их лекциях я хочу показать как еще можно использовать функции да в купе с другими инструментами top solid 7 вот такой вот водная лекция по функции я надеюсь она вам понравилась не забывайте посещать сайт top solid 7.ru и следите за обновлениями новые лекции будут тоже интересными а сейчас я с вами прощаюсь до новых встреч